здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия установки для уваривания молока под разрежением с использованием вторичного пара это видео не ставит своей целью охватить все возможные другие конструкции подобных установок конструкции таких установок описаны в технической литературе и вы можете найти их самостоятельно схема установки представлена на слайде установка предназначена для уваривания молока под разрежением установка состоит из двойного трубчатого подогревателя 27 варочного аппарата 38 вакуум камеры 12 поверхностного конденсатор 21 для конденсации вторичного пара поршневого водяного насоса 45 продуктового насоса 44 и инжекторов 22 23 24 13 через кран 20 со шкалой подлежащее уваривание молоко через кран 20 со шкалой подлежащие увариванию молоко поступает в трубки двойного трубчатого подогревателя 27 в его левой части молоко нагревается до температуры 50 градусов цельсия а в правой до его температуры кипения 60 градусов цельсия в варочном аппарате в его левой части молоко нагревается до температуры 50 градусов цельсия а в правой до температуры кипения молока 60 градусов цельсия с такой температурой молоко по трубе 19 попадает в правую широкую трубу 36 варочного аппарата 38. Поскольку молоко кипит под разрежением, то температура кипения его ниже 100 градусов Цельсия. Вертикальными перегородками 16 и 42 аппарат разделен на две части. В обеих частях имеются трубки 37 малого диаметра 40 мм и по одной трубе 36 и 34 и по одной трубе 36 и 34 диаметром 100 мм. По трубкам 37 молоко поднимается вверх, а по широкой стекает вниз. В пространстве 14 молоко кипит, часть его через отверстие 15 в перегородке 16 переливается в левую часть варочного аппарата. По трубе 34 молоко стекает вниз, а по трубкам малого диаметра интенсивно кипящее молоко поднимается вверх, пространство над трубной решеткой. Из него уваренное молоко вместе со вторичным паром поступает в вакуум камеру 12. В ней молоко опускается на вогнутое дно вакуум камеры. Часть уваренного и несколько остывшего молока по трубе 31 возвращается в варочный аппарат. Другая часть уваренного молока откачивается из вакуум камеры насосом 44 при открытом кране 32. В вакуум камере вторичный пар, поднимаясь вверх, предварительно огибает отбойник 18. Он устраняет унос молока со вторичным паром. Из сухопарника 9 часть вторичного пара по трубе 11 забирается инжектором 13 и в нём сжимается острым паром. Избыточное давление пара 450 кП. Инжектор сжимает вторичный пар от давления 20 П до давления 38 П. С этим давлением смесь острого и вторичного пара поступает в межтрубное пространство варочного аппарата. В нём пар конденсируется и через подпорную шайбу 35 по трубе 30 попадает в низ межтрубного пространства левой части подогревателя 27. Давление в этом пространстве 20 П, поэтому происходит самоиспарение части конденсата. Образующийся пар смешивается со вторичным паром, который подаётся в среднюю часть межтрубного пространства подогревателя по трубе 8 из сухопарника 9. За счёт частичной конденсации пара молоко подогревается. Конденсат стекает вниз и по трубе перетекает в нижнюю часть конденсатора 21. Оставшиеся пары воздух по трубе 7 поступают в межтрубное пространство поверхностного конденсатора. В нём пар конденсируясь стекает вниз, там смешивается с конденсатом из подогревателя и эта смесь откачивается водяным насосом 45. Холодная вода подаётся конденсатору через вентиль 46 из сборника, установленного на 5 метров выше конденсатора. Воздух из конденсатора отсасывается инжекторами. В начале работы большое количество воздуха отсасывается инжекторами 24, 22, 23 с выбросом отработанного пара через трёхходовой кран 29 в атмосферу. После создания в системе остаточного давления 21 кПа, регистрируемого вакууметром 6 и подачи 80 кубических дециметров молока в подогреватель, отключают инжектор 24. Для этого закрывают кран 25, вентиль 1, а кран 29 переводят в положение подачи отработанного инжектором 23 пара в межтрубное пространство правой части двойного трубчатого подогревателя перед выбросом его в атмосферу. Контроль за работой установки ведётся по манометрам 3 и 4, термометрам 17 и 33. Манометр 3 после открытия вентиля 2 показывает избыточное давление 400 кПа. Давление, показываемое манометром 5, 450 кПа. Разница в показаниях термометров 33 и 17 – 14 градусов. Увеличение этой разницы указывает на загрязнение теплопередающей поверхности. Влажность у молока определяется анализом и регулируется при помощи крана 20. С уменьшением влажности кран открывают и наоборот. Регулировать влажность молока поворотом крана 32 нельзя. По окончании работы молоко из варочного аппарата сливают через краны 43 и 40. Из левой части подогревателя кран 26, а из правой части молоко выливают, снимая крышку 28. Из левой части подогревателя через кран 26, а из правой части молоко выливают, снимая крышку 28. Уваривать молоко с 15% содержанием сахара на такой установке можно только периодически. Для этого из варочного аппарата удаляется перегородка 16 и крышка 39, закрывающая отверстие в перегородке 42. Создают в замкнутой системе подогреватель, варочный аппарат, конденсатор, разрежение инжекторами 24, 22 и 23, для чего открывают паровые вентили 1 и 2, а также кран 25. Трёхходовой кран 29 ставят на выпуск пара в атмосферу. После снижения давления до 21 кПа отключают инжектор 24, закрывая кран 25 и вентиль 1. Трёхходовой кран 29 при каждой загрузке переводят в положение пуска пара в двойной трубчатый подогреватель 27, а по окончании загрузки в положении выпуска пара в атмосферу. Открывают до 9-го деления кран 20 и загружают в варочный аппарат через подогреватель около 100 кубических дециметров молока с сахаром. Открывают вентиль 4 так, чтобы давление пара по манометру 5 было 450 кПа. Варочный аппарат работает как аппарат периодического действия. В нём по трубкам большого диаметра молоко опускается вниз, а по трубкам малого диаметра поднимается кипящее молоко. Только вторичный пар уходит в вакуум камеру 12, а на её дно падает лишь небольшое количество унесённого молока. По трубе 31 оно снова возвращается в варочный аппарат. С момента закипания молока несколько прикрывают паровой вентиль 4, уменьшая подачу пара в инжектор. Давление при этом равно 420 кПа. Увеличением подачи воды снова снижают давление до 21,4 кПа. При загрузке следующей порции молока кран 20 открывают до меньшего деления, например 7. Молоко уваривается до концентрации сухих веществ в 74%. Контроль производится взятием пробы через кран 40, патрон 41. По окончании уваривания закрывают вентили 3, 4, 2 и 46. Открывая воздушный кран 10, впускают воздух в систему и начинают откачивать насосом 44 уваренное молоко. Краны 47 и 48 служат для слива воды и молока из насосов. Техническая характеристика представлена в таблице на слайде. Вы посмотрели видео об установке для уваривания молока под разрежением с использованием вторичного пара. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!